Из 223 кандидатов лично вытянуть дату и время выхода в СМИ своего презентационного материала пожелали немногие. Доверили эту процедуру уполномоченным или же представителям самого ТИКа. Заявить о своей программе все кандидаты могут как на бесплатной, так и на платной основе. Главные площадки для этого – местные СМИ. На сегодняшний день все, кто не пришел, получат уполномоченные представители от партии. Они имеют на это право. Если все-таки кто-то не пришел, то имеем право мы уже непосредственно сами распределить те свободные места, которые остались. Ну, бывают случаи, когда мы сами тянем за кандидатов. У всех кандидатов при этом одинаковые возможности, как в газете «Красногорские вести», так и на канале КРТВ. Но помимо этого обратиться к избирателям они могут в том числе и на платной основе из средств избирательного фонда, а также при помощи агитационных материалов. Одновременно они работают с агитационным материалом, который они могут напечатать, используя те предприятия, которые у нас заявлены были. Они у нас на информационном стенде есть, и многие кандидаты уже брали. То есть они через вот эти вот типографии, через эти, например, организации, они могут делать свои либо это плакаты, либо это листовки, либо это баннеры. То есть вид агитационного материала сейчас достаточно, в общем-то, широк. Однако формат таких материалов строго определен законодательством. Прежде чем распространять агитки, кандидаты должны согласовать их в территориальной избирательной комиссии. Они сами рассматривают согласно закону, и нам первый вариант, первый экземпляр, они приносят нам в избирательную комиссию. Значит, они должны подать заявление о том, что она представляет этот агитационный материал, и, соответственно, сам агитационный материал, не макет, а уже отпечатанный. И если только он будет выполнен с нарушением, то, соответственно, мы можем запретить распространение этого материала. Агитационная предвыборная кампания продлится до 12 сентября включительно. То есть за сутки до голосования наступит так называемый день тишины. Несмотря на то, что единый день выборов назначен на 14 сентября, проголосовать досрочно в ТИКе можно будет уже с 3 сентября. Мария Сергеева, Евгений Волков, Татьяна Полякова, КРТВ.